Здравствуйте, друзья! Хочу предупредить, данный ролик достаточно продолжительный, но очень поучительный. Звонит некая сущность, человеком ее назвать сложно, ну, во-первых, и по эмоциональным составляющим, и по умственным. Ну, просто какое-то быдло натуральным образом, быдло еще и безмозглое. Ну и вот поговорили, как говорится. Итак, внимание, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok А то, как мне позвонишь, она вечно почему-то в гастрономии. А вы кто? А вы кто? Я Семен Павлович. Ничего-то не знаком. Вы друг семьи нашей или что? Ну, можно и так назвать, да? Глава, наверное, скорее всего. Глава? Нет, главнее меня не может быть. Да, потому что семья ваша, я как понимаю, живет за мой счет. Поэтому, скорее всего, это голова, да. Ну, тогда потрудитесь объяснить, я должен с этим разобраться. Я вам должен потрудиться? Объяснить. А чему вы претендуете? Что вам объяснить? Что вы чья-то там голова, и во-вторых, почему... А что, еще кто-то претендует? Я претендую. Вы? А вы кто? Я? Я? Да. Сначала вы скажете, кто вы, потому что вы позвонили на телефон моей жены. А, то есть вы ее муж? Ну, хочется на это очень сильно надеяться. Потому что сейчас ситуация, по-моему, меняется, да? Вы претендуете на то, что... Понимаете? Как-то обескуражили вы меня своим заявлением, что вы глава моей семьи. Надо аргументировать. А что вы вошли, я живет за мой счет? А вы кто? Господи, боже мой. Можете представиться? Да, Семен Павлович, я же вам представился. Семен Павлович? Ну, понимаете, этого мало, Семен Павлович. Вы дальше живетобетонный аргумент выдвинули, что я за ваш счет живу. Слушайте меня. Ладно, вы слюны не брызгайте в трубку, слушайте дальше. Я представитель ее кредитора, которому она должна денег. Которому уже как год она не может вернуть свои деньги. А почему вы утверждаете, что мы живем именно за ваш счет, Семен, как там у вас? Потому что, учитывая то, что на деньги, которые выдавал... Кто? Кредитор, вы до сих пор живете, раз вы не можете их вернуть. Поэтому вы до сих пор должны нам. Кому вам? Вы Змей Горыныч, у вас три головы или кому? Вот вы сейчас заявляете, что я должен лично вам, вы глава моей семьи. Вы столько абсурдных вещей наговорили, юноша, что я вынужден переспрашивать. Юноша? Юноша? Ну, а что такого-то? То есть, взрослым, что ли, почувствовали? Да, что тут чувствует-то, просто, ну, я понимаю. А вас оскорбляет обращение юноша, что ли? Ну, я просто юношей, наверное, был в том возрасте, когда вы еще, наверное, в коляске катались. Вы соберитесь с мыслями и конкретно скажите, что вам не нравится, что вас называют юношей. Я буду к вам обращаться как-то по другому. Как к вам обращаться? Вы можете ко мне по имени-отчеству обращаться. Договорились. Я вам этого не запрещаю. Да, я не говорю, что вы мне запрещаете. Так вот, ваша семья так называемая. А почему вы эпитеты какие-то вставляете непонятные мне? То вы глава моей семьи, то теперь уже Варка, семья, да. Нет, ну, вы, вы, вы как муж. Так нет, вы же глава моей семьи. Вы же глава моей семьи уже. А вы, а вы как муж моей должницы? Так нет, вы сказали, что она в банке должна, а вы представитель. Вы запутались. В каком банке? Нет, я-то не запутался. Это вы, наверное, запутались. Я не про банк говорю, а про микрофинансовую компанию. А зачем вы кричите? Я вас хорошо слышу. Вы волнуетесь. Я не учу, у меня там до голоса такой. Нет, 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 вы начинали гораздо спокойнее. Что мне волноваться? Вы даже вялый какой-то были сейчас. Валуетесь вы, вялый. Вам нет, о чем волноваться. Я, наоборот, груз с плечей снял. У меня теперь есть человек, который отвечает за мою семью, да. Ну, конечно, мужчина теперь другой в доме. А вы, к сожалению, переходите на кухню. Что делаю? Что делаю? Переходите на кухню. Нет, на самом деле вы угадали, я сейчас готовлю ужин. У меня очень хорошая, собственно, способность. Я действительно очень хорошо готовлю. А что в этом плохого? Я развел вам что-то, сказал, что это плохого. Не, ну вы попытались меня в контексте унизить, сказав, что я перехожу на кухню. А вы теперь мужчина в моем доме. Ну, кормилица-то тут единственная. Я не могу понять ваш аргумент. На деньги, которые должна ваша жила мне? Да вам там почему должны? Банку, я слышал, должны. А вы кто такой? Это не банку, а микрофинансовая компания. Ну хорошо, вы руководитель этой организации, да? Да, да, да. Как? Я готов. Да ладно. Так, вот так вот, представляете? Ну действительно, теперь понятно, почему вы так разволновались-то, а? Я вот думаю, разволновался. Ага, ну голос-то действительно. Волноваться, я думаю, мой тело, когда к вам придут домой, будут требовать деньги жены, которые она брала и не вернула до сих пор. Вот к вам тогда волноваться придет. А кто придет? Кто придет? Да. Дед Мороз придет. Дед Мороз. Мужчина, у вас фантазия какая-то воспаленная, мне кажется, да? Фантазия? Да. Ну, пофантазируем потом вместе. Дед Мороз на Мороз подарки приносите, я вам напомню. Вот, вам подарки и принесут. Ну, действительно, вы не юноша, вы уже, наверное, человек, который... Ну, я человек, который уже в Деда Мороза давно не верит. Действительно, а зачем вы сейчас упомянули его? Упомянули его. Упомянули? Ну, раз в гости кто приходит, к детям, к таким шалунам, как вы, с своей женой. Ну, шалун, я согласен. Салимский. Ну, вот. Вы хотите присоединиться к нам, что ли, или что? Присоединиться? Ну, я на свою жену никого не хочу. Я, насколько слышен, она у вас грязная женщина. Какая? Присоединиться. Грязная. Странный, очередной странный аргумент. Вообще, такое ощущение, что вы пытаетесь... Какой аргумент? Ну, вот именно, никакого аргумента. Какой аргумент? Вы о чем? Ну, вот о том, что вы утверждаете, что моя жена грязная женщина. Да. Вы бы такие выводы сделали. С чего я сделал выводы? Да, уважаемый сказочник. Олья Лукоя придумал. Олья Лукоя. Олья Лукоя. Олья Лукоя, который приходил домой. К вам. Что-что? Что-что? Извините, не услышал. Я не услышал просто. То есть сразу стали плохо слышать? Да, я просто сам себя перебил, прошу прощения. Кто ко мне... А, вы сами себя перебили. Ну, бывает такое. Бывает, конечно. Бывает, конечно. Ну, вот. Ну, так кто ко мне приходил, что-то не припомню. К вам? К вам еще никто к ней приходил. А-а-а. А к ней приходили. И сказали, к сожалению, неопрятная. Грязная женщина. Ну, лучше вам один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я приглашаю вас лично, уважаемый руководитель. А, глава семьи, человек, который содержит мою семью, придите ко мне лично. Когда вы придете? К вам лично? Да. Ну, я думаю, когда вы долги мне вернете, тогда я к вам приду. А что раньше, не как? А что раньше, не как? Что встречались? А что раньше к вам? У вас деньги есть, что ли? Да нет, вы же тут пытались... Нет. Ну, оскорбить. А вести себя не по мужски. Оскорбить? А чем я ее оскорбил? Ну-ка, мне расскажите. Ну, вы утверждаете, что она грязная женщина? Ну, а что, она чистая у вас? Между помывками она у вас грязная, да? Давайте вместе лично встретимся и поспорим на этот счет. Давайте, давайте только вы не дома. Давайте. А где? На нейтральной стороночке. А где? Адрес. Куда приехать? Только не надо говорить в офис. Нет, в офисе зачем? Мы же на нейтральной стороне. Ага. А вы где, в Береново живете? А сейчас это не имеет значения. Ну, как не имеет, чтобы мне по району как-то сориентироваться. Говори любой адрес. Говори любой адрес. Любой адрес? Ну, давай на Загородном шоссе, дом 2. Когда? Когда. Когда, да хоть сегодня. Окей, во сколько? Окей, во сколько? Часов в 11 я как раз там буду мимо проезжать. 23.00, верно я тебя понимаю? Да, да, да. Как ты выглядишь? Как ты выглядишь? Как тебя зовут? Я... Как тебя зовут? В смысле, как меня зовут? Ты прикалываешься, что ли? Скажи, как ты? Со мной уже 8 минут общаешься, и я тебе уже предполагал. Ты сказал, что... Семен Павлович меня зовут. Семен Павлович, фамилия. Семен Павлович меня зовут. Фамилия? Да фамилия тебе моя ничего не скажет. Нет, скажет. Она очень известная в узких кругах. Да ладно, в каких узких? Да. В тех, в которые тебе не попасть. Ну, потому что у меня нормальная... У меня нормальная ориентация. Слушай, я сейчас буду тебе... А при чем эта ориентация твоя? Да потому что я про твои узкие круги. Ты вообще знаешь, вообще, кто называется узкими кругами? В тех местах, о которых ты, наверное, не подозреваешь. Так вот, узкими кругами называют петушатник. Петушатник? Ага, да-да-да-да. А ты в петушатнике живешь? Нет, ты сейчас только что заявил, что тебя там очень хорошо... А я тебе говорю про круг общения. А не про круг, который у тебя сейчас сжался. У меня ничего не сжалось. Тем более от голоса. Ну, тогда подъезжай. В чем проблема-то? 23.00. Ты же будешь со мной встречаться, а не с моей фамилией. Конечно. А в чем ты одет будешь? Ну, я в чем одет? В пальто буду одет. В пальто? В легком деловом пальто, да. А, в легком деловом пальто. Я сейчас немножко заведу тебя. Твощечки, да. То есть, заебешь меня? Ага. Что? А заебаться не заебешься? Еще раз. Еще раз. Да ты не волнуйся. Что еще раз? Как я говорю. Да чего ты взял, что я волнуюсь? Ну, слышь, наш погон. Волноваться за тебя мама будет. Вот так вот, да? Вот так вот, да. Да. Хорошо. Любая нормальная мать за сына волнуется в любой ситуации. Ну, вот я тебе и говорю, мать за тебя волноваться будет. А что ты так волноваться? Меня уже некому волноваться. И что теперь? Что теперь? Ну, и то теперь. А с чего ты взял, что кто-то волнуется? Ты мою мать трогаешь. Ты. Я мать твою трогаю, я ее еще не трогал. Зачем? И вообще, не имею права подальным ртом говорить о моей матери. Понял, а? Ты окаешь, ты окаешь. Пога номер том. Что ты окаешь? Ты окаешь, когда тебе, блядь, по самые яйца будут совать, будешь окать, блядь. А, вот, 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 вот твоя истина, это узкий круг-то петушков-то и проснулся, да? О-о-о, вот он ты. Не рей, ты говори нормально. Алеша и проявился, да? Ага. Слушай, Серега, как там тебя? Ты в платье приедешь? Слушай, давай так. Ты в платье приедешь? Давай так, записывай. Записывай. Бери ручку, записывай. Записывай? Ну, хуй, хуй. Канал Кузнецова Дмитрия. Компания Аля. Тебя, придурок, сейчас жестко протянули. Протянули? Да, тебе это будет выложено на канале. Да мне похуй, ёпте. Да похуй тоже больно. Мне будет похуй. Потому что ты конченый. Ты сам себя опозорил, петушара, тебе будет, конечно, стыдно. Ну ты почитаешь, кто кого опозорил, ладно? Да мне похуй, что там читать. Тебе объясняю, что это у тебя похуй. Ну тебе виднее. Клади трубку, мразь. Мразь, мать твоя. Это не Вальнов, не бойся. Не Вальнов, не бойся. Не бойся, я с тобой. Слушай, ну у вас там действительно, да, идиоты одни работают. У вас, а у вас? У нас нет. Нет? А кто у вас работает? Нормальные люди. Нормальные люди. Нормальные? Абсолютно. Ну нормальные такой хуйнёй заниматься не будет, блядь. Так нет, пожалуйста. Это те, которые себя в жизни найти не могут, занимаются хуйнёй. По-моему, люди, которые нашли себя, они занимаются расставщиком. Нашли себя, где ты себя нашёл? Ну ты не волнуйся, давай поговорим нормально. На помойке? У тебя есть, Семен? Давай с тобой нормально поговорим. Семён. Давай, я с тобой нормально общаюсь. Нет, ты сейчас выключи вот эту свою гопоту. Кого? Гопоту. Какую гопоту? Ну ту, которую ты сейчас включил. И объясни мне. Ты утверждаешь, что нормальные... Я понялой. Ты сейчас утверждаешь, что нормальные люди, это те, кто занимаются расставщичеством, да? А, да. Чем занимаются? Расставщики. Расставщики. Ну тебе виднее, тебе виднее. Как понятнее? Чего там у тебя гавкает? Ой, а кто у тебя там гавкает? Да нету-то у тебя гавкает. Я в машине сижу. Я в машине сижу. В машине сидишь? Ага. Ты же только что на кухне стоял. Да я же тебе сказал, тебя троллят. Это не тот человек, кому ты звонишь. Ха-ха-ха. На YouTube сидишь. Троллят. Ты на собаке что ли сидишь, я не пойму? У тебя там собака лает, ты говоришь, не у тебя собака лает. То, что ты фантазер, я тебя понял. Ты на вопрос не можешь мне ответить? Ты не знаешь, что ответили, ты не хочешь? Скажи честно. Какой вопрос? Ты вопрос не задавал? Ты как волнуешься, ты даже ничего не слышишь. Да из чего ты взял, что кто-то волнует? Тебе вопрос пропусти. Тебе мама будет волноваться. Будет-будет, успокойся ты. Вопрос был такой, я тебе позвоню, я тебе повторю. Почему ты считаешь? Ну я повторяю, наберись терпения. Почему ты считаешь? Ты мне интервью что-то берешь? Я хочу, чтобы ты ответил мне на вопрос. Не хочешь, клади трубку. У меня нет трубки. А что у тебя, гарнитура на башке, да? Нет. А что у тебя? Громкая связь, сейчас прямая линия. С радиомаяк. Красавчик, что сказать-то. Ну вот. Ну так ответь мне на вопрос. Видишь, у меня диапазон просто шире, чем у тебя. Ну я знаю, ты про диапазон про свой говорил. Там у тебя узкий, там у тебя широкий. Ты мне ответил, почему ты считаешь, что ростовщики... Ну вот сейчас опять кто у тебя там гавкает-то все. Этот вопрос я больше задавать тебе не буду, потому что ты не хочешь на него отвечать, да? Не на него отвечай, да? Так ты вопрос-то сформулируй культурно. Я на третий, по-моему, раз спрашиваю. Почему ты считаешь, что ростовщики это хорошие люди? Это хорошие люди. Потому что так и должно быть. Отлично. Капитан Очевидность. Популярный вопрос, нет? Ответ верни. Да, ответ я и говорю, Капитан Очевидность. Я другого от вашей публики не ожидал. Не ожидал. От нашей публики? Ага. Ага. Ну давай дальше. Что дальше? О чем с тобой разговаривать? Ну вопросы будут дальше? Нет, не будут. Уже в азарте, нет? Нет. Все так скудно? Да нет, уже кончились вопросы в твою сторону. Эх ты, блядь, не подготовился нихуя-то. Да, в общем-то и не пытался даже готовиться. Не пытался? А почему? А зачем? А зачем? Ну как зачем? Ну как много чести? Как много чести-то? Да каком? Почему какие-то вопросы? Детский сад? Каком? Да, да. Ну, удобной вопрос. Ты прямо сейчас как свое, как это, культура. Ты с культурным стал общаться тоже, да? Ну, на самом деле я культурный и есть. Ты культурный? Да. Ну как ты можешь быть культурным? Ну вот обыкновенно вот. Жил, жил, ты раз культурного человека. Ну как, объясни мне. Ну ты не поймешь. Ну а в чем это проявляется твоя культура? Высокие материи. Скажи мне. В материи. Культура не может, понимаешь, проявляться. Это образ жизни. Это образ жизни. И объяснить двух словах идиоту это невозможно. А, идиоту? Ты книжку что ли читал? Читал, кстати говоря. Ну, молодец, видишь? Я знаю, спасибо. Что я молодец. Это был сарказм, это не был комплимент. Ты знаешь, что такое сарказм? Объясни мне, что такое сарказм. Ну объясни. Ну ты опять мне начинаешь вопросы задавать. Для чего? Ну потому что мне хотелось бы узнать. Тебе умер педагог что ли, я не пойму? Ну он даже не раздался. Первое сентября устроить. Артист во мне умер. Артист? Ага. Ну я тебе бы, как сказал, как Станиславский, не верю. Не веришь ты мне? Веришь ты мне? Нет. Ну это твой выбор, конечно. Ты посмотри на меня, я тебя повторю. Артист тебя никакой. Смотри, канал Аляам Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Посмотри, кто кому там верит. Что, что, Аляам? На Ютьюбе, да, я тебе напомню. Знаю, что ты волновался и забыл. На Ютьюбе есть канал. Самый крутой антикорректорский канал. И артист, и психолог. Волновайся, не волновайся. Нет такого склонения. Да никто и не волнуется. Нет такого склонения в русском языке. Потому что надо по-русски разговаривать. Зачем? У нас же свобода слова. Ну нет, ну ты тогда выражайся на другом языке, но только правильно. А ты сейчас пытаешься на русском говорить. Ну ты мне не знали это слово волновайся? Нет, я не знаю такого слова. Не знаешь, ну блин. В русском языке такое. А, ну в узких кругах. В узких кругах есть такое слово, да? Да, где там лают собаки. Не волновайся. И по хокке поют. Не волновайся, да. Ну как там друг друга. Ты скажи, кстати, в тренде, в тренде слово. Не волновайся. Сначала больно, а потом как серишь. Так вы друг друга успокаиваете, да? Что, 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 как больно? Давай, ну-ка еще раз. Я тоже запишу это. Записывай. Не волновайся. Сначала больно, а потом как серишь. Как серишь? Ага. Это в ваших узких кругах так говорят? Почему? Я же сказал, что в ваших. В наших? А откуда ты знаешь, как в наших говорят? Да много кто знает. Как ты ржешь как конь. Эй. Почему я конь? Я ей конь. Ну, что ты ржешь как конь. И что? А что, у нас ржут только кони? Ну, ведь такие как... Никогда я не болел. Я же не сказал, что ты в коне. А как конь? Понимаешь, есть вот... Как, как? Ты в туалете уже, что ли? Следи за мыслью. Ты же был на ковне, в машине, а теперь уже в туалете. Следи за мыслью. Я сказал, как конь. Я не сказал, что ты конь. Что ты лошадь сутулая. Может быть. Может быть. Ну, тебе видней. Конечно. Конечно. Да. Зачем ты вот эти вот слова ни туда, ни сюда говоришь? Про Деда Мороза. Тебе видней. Как это в контексте нашего разговора может вообще применяться? А какая связь сейчас с Дедом Морозом у тебя? Что? С Дедом Морозом какую ты сейчас связь уловил? Ну, я просто вспоминаю вот историю нашего разговора. И понимаю, что ты тут накаламбурил тот. В смысле? В прямом. Он просто говорил кучу таких вот терминов, которые к нашему разговору. Да, друзья мои. Ну, вот такая вот история. Какой-то там полуобморочный гопник представился сначала представителем. Потом еще и хозяином этой компании. На самом деле мы с вами можем себе представить, нарисовать это чудо в перьях. Там каждый по-своему. Пишите в комментариях, как вы его себе видите. Мне будет интересно ваше мнение прочитать, услышать, понять. Ну, а для тех, кто впервые на нашем канале, я переадресую вас на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого любого другого ролика. Есть также для удобства в правом верхнем углу сейчас выйдет кликабельная подсказочка. Вот она. На сайте выложена видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Те, кто из вас хочет в документальном формате все свои вопросы закрыть раз и навсегда, я категорически рекомендую посмотреть это видео и все по инструкции сделать, оставив заявочку в форме на сайте. Дождитесь звонка нашего специалиста. Мы звоним в рабочее время с телефона, который на нашем сайте в правом верхнем углу указан. Эти цифры вы можете себе поместить в контакт. И ждите телефонного звонка, обозначьте как юристы компании Аля или как-то еще. Мы вам позвоним, не пропустите. Вы сможете задать все вопросы, которые вам нужны, ответы на которые вам нужны. Ну и еще раз повторяю, обязательно посмотрите видео на сайте. Это обязательное условие, чтобы вам было все понятно. Также вы можете со мной познакомиться лично, посмотрев плейлист с моими обращениями к посетителям, гостям, к нашим клиентам. Такой плейлист есть на нашем канале. И для простоты, чтобы вы его быстро нашли, сейчас в правом верхнем углу трансляции выйдет кликабельная подсказка очередная. Вот она. Пожалуйста, посмотрите. Очень много ответов на очень многие вопросы, которые вы задаете постоянно. Ну, если все в обыкновенном ключе, то предлагаю поставить лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Уважаемый Симеон, я знаю, ты слушаешь. С тебя, конечно же, дизлайк. Это само собой. Можно же комментарии написать. Но там, кто в Берелево живет, если ты уж такой действительно смелый, напиши, где с тобой можно встретиться. Можешь оставить свой номер телефона. Поверь, удовольствие будет незабываемое. Встреча с людьми, которые считают так, как я считаю. Уж точно таких, как ты, меньшинство, поверь. Очень маленькое меньшинство вашего узкого круга. Поделитесь, пожалуйста, репост. Сделайте. Это называется в соцсетях данным видеороликом. Ну и, конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого. Любого другого ролика есть. Там все наши ролики с YouTube канала дублируются. Если вам удобнее через ВКонтакт смотреть, то, пожалуйста, милости просим ВКонтакт. Ну и еще раз напомню. Посмотрите, пожалуйста, видео на сайте. Это те, кто все-таки решил встать под юридическую защиту. Кому надоело быть в неведении. Кто замучился, устал отдавать деньги. Неизвестно кому за что. Вот таким вот персонажем, как вы понимаете. Ничего общего с законными требованиями. Данное конкретное требование не имеет. Представьте себе, если бы вот эта женщина, от лица, о которой мы разговаривали, допустим, не была бы под юридической защитой. Вот такая манера взыскания на нее бы обрушилась. Конечно, бы несла деньги со страхом. Но сейчас она под защитой, под серьезной. И у этих вот упырей никаких шансов нет. В суд они, естественно, не пойдут, подяв, что ее защищают юристы, потому что у них просто физически нет грамотных юристов. Но кто будет работать в такой шараке, сами понимаете. Ну, поэтому посмотрите видео на сайте. Еще раз говорю, чтобы вам было все понятнее. Сейчас еще раз для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка. Вот она. И милости просим число наших клиентов. Ну, а с вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании Алиам. Привет Семену Пламенный. Я так понимаю, сейчас, если он смотрит, его разрывает на части от бессилия и злобы многих коллекторов, которые на моем канале по количеству дизлайков можно определить, я думаю, сколько коллекторов посмотрело данный конкретный ролик, либо любой другой. Ну и процентную составляющую также можно легко вычислить, посмотрев на лайки. Сколько людей нормальных и сколько ущербных в этой жизни в нашей стране, да и не только среди посетителей канала. Не забудьте подписаться на наш канал. Всего вам хорошего. Счастья, здоровья, финансового благополучия. До свидания.